В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. Принципиальное различие между лишением и ограничением свободы. Ваши честности. Дайте возможность. Мы не разбираемся. Все это суть принесло решение. Турнир по хоккею шайбы на кубок Акима района имени Казбекби. Команда не подкачала. Самое главное нас выручил вратарь. Спасибо большое ему и вообще всей команде. Еще 24 эпизода преступной деятельности выявили сотрудники финансовой полиции у главного специалиста Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Карагандинской области Ерсина Токмурзина. Еще 25 октября сотрудники финансовой полиции задержала Ерсина Токмурзина с поличным в его служебном кабинете. За положительное решение вопроса по ходу проверки и выдачи строительной лицензии второй категории он вымогал взятку в размере 420 тысяч тенге и 200 долларов США у предпринимателя. В ходе расследования выявлено еще 24 эпизода преступных действий Токмурзина, в том числе 8 по фактам получения взяток, 6 покушения на получение взяток, 2 мошенничества, 2 легализации денежных средств, приобретенных незаконным путем, 2 подстрекательства к даче взятки должностному лицу, 1 злоупотребление должностными полномочиями и 1 незаконное участие в предпринимательской деятельности. В ходе оперативно-ростных мероприятий сотрудникам финансовой полиции было установлено, что за два месяца с сентября по октябрь 2013 года Токмурзин, проверяя деятельность 16 ТО, требовал от частных предпринимателей взятки в общей сумме более 40 тысяч долларов США. Из указанной суммы он получил 2 миллиона 108 тысяч тенге, что составляет около 14 с половиной тысяч долларов США. Миллионный букет нечистоплотной деятельности Ельцина Токмурзина завял в камере, где он находится под арестом. Проводимая гуманизация законодательства Республики Казахстан не значит все прощение и попустительство проявлением рецидива. Осужденный на ограничение свободы обязан нести полную ответственность за содеянное правонарушение. В чем принципиальная разница между ограничением и лишением свободы, разбирался наш корреспондент. На заседании Октябрьского районного суда разбирались иски уголовно-исполнительной инспекции в отношении своих подопечных. Троим осужденным была дана возможность исправиться без лишения свободы. Они находились дома, но были ограничены в свободном передвижении и должны были ежедневно отмечаться у своего инспектора. Но, как всегда, ответственности не хватило. Бессмысленного разгильдяйства оказалось сверх меры. Наиль Гарипов. За молодостью, видимо, в его голове еще гуляет ветер. И вот с учетом его молодости, ну, смотрите, каждый раз вот так не будет, добрый дядя Николаевна, каждый раз не будет. Понял, да? Все, давай. Надо сказать, Наилю повезло. Пока он остается отбывать наказание с ограничением свободы, если не нарушит режим. Тогда, несмотря на болезнь, ограничение станет уже решением. Разница понятна и не юристу. Игорь Фартук в зале суда ведет себя очень сдержанно, однако инспектор и напоминает о его неоднократных нарушениях и даже брани в свой адрес. Однако, Фарту Киеве, не сделав для себя должных выводов, нарушил требования суда, совершил нарушение порядка и условия отбывания наказания. Так, 28.10.13 года в 19.05 во время проведения ОПМ-участок инспекторами УИИ Октябрьского района города Караганды был проверен по месту жительства. В ходе проверки было установлено, что осужденный Фарту Киеве отсутствует по месту жительства. Дверь квартиры никто не открыл. При осуществлении звонка на абонентский номер, находящийся в личном пользовании осужденного, на вопрос о причине отсутствия по месту жительства, со стороны Фарту Киеве последовал в адрес инспектора Уильни Цезурная брань. Но если человек не является в суд даже по повестке неоднократно, то представленный шанс отбывать наказание дома он просто сам потерял. А посему, дорогой, раз тебе дома не сидел и не хотел являться на регистрацию, будешь в местах лишения свободы и там никуда не надо ходить, будешь всегда на месте. Понятно? Ваша честь. Дайте возможность. Мы не собираемся. Пять месяцев лишения свободы. И из зала суда Наэль Гарипов выходит уже в наручниках. Ответственностью за содеянное преступление дважды пренебрег Николай Кондя. Это было по малолетке. Его осудили условно. Теперь он совершеннолетний. Спрос совсем другой. Состоит на учете с 10 января 2014 года. Однократно уже привлекали к суду по уголовным делам. Вам опять пошли на встречу. Дали ограничение свободы. Расскажите, как вы оправдали доверие суда? 55 февраля работаю официально на работе. Ну, как мне знаю, как порядочного этого. Ну, что я хорошо работаю там. Никаких нареканий не нет. А вот оценка инспектора уголовно-исполнительной инспекции. Однако Кондя Николай Владимирович не сделал для себя должных выводов, нарушил потребования суда, совершил нарушение порядка условий отбывания наказания. Ну, выходи, что ты мне устроил, когда при проверке по месту жительства? Что за дебошь ты мне устроил? Отец на меня с самками бегал. Это отец у меня дурак. Ты тоже там начал все ломать на все. Я вам ничего плохого не говорю. Сопротивление оказывает, когда я тебе предупредил, что в суд будет понедельник? Я сопротивление не оказываю. Тогда нет, почему меня? Это отец просто, он больной человек. Я его убрал. Остается только за голову схватиться. Суд бесстрастен. Об ответственности надо было думать раньше. Значит, привлекался к административной ответственности за расспитие спиртных напитков, нахождение пьяного в виде оскорбляющего человеческого достоинства. Поэтому суд удовлетворяет. И, пожалуйста, я не буду честно больше так делать. Это работа устроилась. Это официальная работа. Я встал на пункт управления. Пожалуйста. Искренние слова раскаяния. Но подумать-то надо было чуть-чуть пораньше, до суда. А теперь два года лишения свободы. Разница между ограничением и лишением свободы очевидна. Вот только смягчение наказания возможно только при соблюдении правил при ограничении свободы. Даже находясь дома, нельзя забывать, что ты осужденный. Сергей Высокосов, Улужас Габасов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Школа-интернат, которая была построена в 2008 году, пугает жителей микрорайона Гульдер-1 своими выбитыми окнами и собирающимися бомжеватыми компаниями. Наш корреспондент с подробностями. Школу-интернат для слабовидящих и слышащих детей построили еще в 2008 году. Здание даже ремонтировали. Вот только дети там так и не появились. Когда я еще работала в 2008 году в училище в 2015, мы работали здесь на этом здании, убирали комнаты, мыли там все. То есть надо было быстро-быстро подготовить к первому сентября. Ну, как видите, с 2008 года никто сюда не въехал, здание разоряется. И кому оно принадлежит, и кто должны им заниматься, городские власти или еще кто-то, нам неизвестно. Жалко только и детей, и жалко затраченных материалов и времени. Жалко не только времени и средств, но и того, что сегодня мимо так называемой новостройки без опаски пройти невозможно. Я по утрам прохожу здесь на работу. Отсюда, особенно летом, алкоголики, вот эти вот бомжи, пьянки постоянные. Летом тут вообще страшно пройти. Зимой как-то не так, а летом вообще страшно туда пройти. Благое дело. Сделали для детей подарочек. Вот только они обходят школу-интернат стороной. Уж больная репутация у здания неприличная. А что будет весной? Недалеко стройка, с другой стороны вырод котлован. Здесь сборище любителей выпить. Ну, я вот смотрю, долгострой этот, и жалко, столько вот времени, сил, материала потратили на строительство этого интерната. И вот оно сейчас пустое, и что мы видим вокруг? Вот эти кучи мусора, разбитые стекла. И жалко, что до конца не довели это строительство. И, конечно, рядом школа, дети, что не могут видеть? Жители микрорайона мечтают, когда же закроют или достроят это здание. А может, его перепрофилируют? Главное, чтобы здесь можно было спокойно ходить тем же детям, для кого и предназначался этот дом. Сергей Высокосов, Олжас Габбасов, Батья Роспанов, Первый Карагандинский. На молодежной диалоговой площадке карагандинского областного филиала партии «Нур-Утан» обсуждали стратегию «Казахстан-2050». В минувшие выходные состоялось обсуждение роли молодежи в развитии Казахстана до 2050 года. О том, какие проблемы поднимались на диалоговой площадке, смотрите в следующем сюжете. Цель проведения этой диалоговой площадки – сформировать у молодежи активную гражданскую позицию и социальную ответственность. Создать условия для повышения информированности молодого поколения об основных направлениях стратегии «Казахстан-2050». Обсудить стратегию пришли представители из разных организаций – образование, культура, экономика и медицина. Диалоговая площадка проходила неформальные обстановки, участники сели в полукруг, а координатор проводил опрос своего рода викторину. Знаете ли, что это за стратегия «Казахстан-2050» и что вы можете предложить? Многие вопросы обсуждались на диалоговой площадке. Организаторы мероприятия специально создали такую непринужденную обстановку, дабы расположить участников к общению и обсуждению. У нас вот вы видите шесть команд, чтобы сейчас между ними какой-то корпоративный дух возник, чтобы была соревновательность, соревновательный дух, поэтому мы так решили сделать это. У каждого участника своя причина, по которой он пришел на диалоговую площадку. Обсудить послание президента со своими коллегами, с представителями молодежи, посмотреть, какие у них есть идеи по конкретным пунктам. Молодые люди активно участвовали в этой викторине. Каждый представлял свою сферу деятельности, опираясь на стратегию «Казахстан-2050». На диалоговую площадку также пришел диктор Первого Карагандинского телеканала Кайрат Айдашев. Молодой человек активно участвовал в работе диалоговой площадки, задавал свои вопросы. По окончанию собрания все участники получили благодарственные письма. Амина Смакова, Улжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. А сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Традиционные сельскохозяйственные ярмарки, организованные городским акиматом, прошли выходные в Караганде. Тысячи горожан смогли с пользой для семейного бюджета пополнить запас продуктов. Качество гарантировали сельчане. Товары от сельхозпроизводителей сразу на стол карагандинцам. Продукцию можно потрогать, понюхать и выбрать. Попробуйте сделать такое в магазине. Ярмарка – раздолье и для покупателя, и для продавца. Первые находят то, что им необходимо на сегодняшний день. Вторые без проволочек получают прибыль. Никаких посредников не наблюдается. Да и после падения курса тенге такие ярмарки – серьезное подспорье для каждой семьи. Все это делается для того, чтобы наши горожане, жители города, гости города могли приехать сюда, приобрести продукцию, одну из антифляционных мер. Здесь вы видите и социальные павильоны работают, где представлена вся продукция, также по фиксированным ценам, которые неизменны ни до изменения курса, ни после. Рубчики мяса по просьбе покупателя подготавливают выбранный кусок. Молочницы с удовольствием предлагают свой самый разнообразный товар. Вовсю работает социальный павильон. Семочная группа посетила только одну ярмарку возле магазина «Гринмарт», а их пять в городе, еще возле юбилейного, на туристов, сортировки и при Шахтинске. И везде народ непрерывно проходит мимо палаток, чтобы остановиться и купить выбранный продукт. Мы купили говядину, мы купили рыбу, мы купили колбасу. Сейчас стоим за свининой. Жителям нашего города представили продукцию по доступным ценам четыре региона области – Абайский, Бухаржираусский, Осакаровский и Актагайский районы. В большом ассортименте мяса, овощи, фрукты есть, конечно, и скептические нотки в оценке покупателями предложенной продукции. Ярмарка нам понравилась, но в отношении овощей, картофель и лук оставляют желать лучшего. Ярмарки будут продолжены до марта месяца. Это согласно плана, но план, вероятнее всего, изменится в пользу продления ярмарочного зимнего сезона. Так что у сельчан есть время поработать над ошибками. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахия Роспанов, Первый Карагандинский. Два дня в Караганде проходил первый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Акима района имени Казбекби. Среди участников игры – карагандинцы разных возрастов. Кто стал победителем среди команд, знает Николай Кровец. Ветераны и любители хоккея встретились в рамках празднования 80-летия Караганды. Этот турнир провел аппарат Акима района имени Казбекби при поддержке хоккейного клуба «Сараарка». Всего участвовало четыре команды из шахтерской столицы. Любительский хоккей показывает настрой жителей по отношению к вопросу здорового образа жизни, занятия спортом. Всячески пропагандируя занятия спортом, мы даем пример нашим детям, молодым людям, что в любом возрасте надо заниматься спортом. Такой турнир по хоккею «Шабе» проводится впервые. Самое главное, у нас в городе есть любители этой интересной игры. Дмитрий Шалобанов играет в хоккей уже больше 20 лет. Когда-то он работал во многих командах России и даже США. Это хорошо, что есть такие игры. Я работаю в клубе «Сараарка». Мы сейчас со своим директором Нигматуллиным думаем пригласить ветеранов, сыграть ветеранский матч, которые олимпийские чемпионы России. И думаем, что это создаст большой интерес для хоккея, для наших ребят, которые придут. Это будет толчок для них узнать о легендах хоккея. Я думаю, что если все получится, все нормально будет. Я думаю, ветераны приедут. Дмитрий Шалобанов считает, что если чаще на ледовом катке будут собираться любители и ветераны хоккея, то интерес к этому спорту станет только расти. И к тому же больше болельщиков появится на трибунах. Видно, что на этом турнире каждый спортсмен выкладывался полностью. Но кубок «Акима» района имени Казабекби – один. Поэтому по итогам игры был выбран победитель. Им оказалась хоккейная команда «Караганда». Это очень яркая победа. Все бились не на шезонасмерть, как говорится. В спорте не бывает слабых команд. Побежали сильнейшие, как говорится. Собрались. Команда не подкачала. Самое главное, нас выручил вратарь. Спасибо большое ему и вообще всей команде. Организаторы турнира планируют сделать хоккей-шайбы среди ветеранов и любителей традиционным, для того, чтобы больше карагандинцев стали заниматься спортом. Николай Кровец, Габиден Курушпиков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните к нам в редакцию по телефону 420649, и мы обязательно откликнемся. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok